Прослушаем внимательно, работаем три раунда по пять минут. Ещё раз напоминаю, головной в голову не бьём. По затылку, позвоночнику не бьём, по внимательным предобиваниям. Локти бьём только по корпусу, по ногам. В партере коленом и ногой бьём только по корпусу. Перчатки, локти, перчатки, шорты, сетку не хватает. Слушаем меня на протяжении всего года. Пошли руки. Российский Голубер. Ну что, крайне любопытный поединок в той степени, что Василия Бабича, я помню, как раз по выступлениям на оплоте. На том, а ещё оплоте, на Харьковском оплоте до того момента, пока известные события не заставили этот клуб переместиться в Россию и уже продолжать турниры здесь, в Москве. И Аюб Хоутаев 5-1. Хорошие, уверенные 5-1. Крайне единственное поражение на техкрепе, на южном фронте. Ну, правда, решение. Ребята уже потяжелее, да? Да, это уже. Совсем по-другому. Это полутяжение 93. Здесь всё серьёзно. Василий Бабич, вот за пределами оплота у него всё дела никак не клеились. В основном, конечно, за своеобразной ударной техники. Обратите внимание, Тимур, вам, как профильному ударнику, я думаю, будет о чём здесь подумать. Сейчас пытаюсь понять, что я на виду художник? Да. То есть акцент, наверное, будет делать на борьбу, да, представитель Крыма? Пошёл, дави до конца, шею спокойно отдаёт, значит, понимает, что бороться у него получается нормально. Руки вставлены изнутри, будет пытаться дёргать и бросать. В этом желательно не оказаться внизу и не наловить серию по голове, что ему, собственно, и сейчас Аюб выбрасывал. Ох, опасно. Ох, опасно. Ну, это 93 всё-таки огрызается крымчанин. Перефразируя известный фильм, опущенные руки доведут тебя до Цюгингера. Помните, да? Конечно. Особенно передняя рука. Ага, я смотрю, на самом деле, просто совсем болтается. Попал, отдал навстречу, ещё пытается попасть, ну и что? И опять проход, и сейчас, кстати, свалит. Нормально получилось. И туда, на сайт-контроль. Сразу вышел, позиция идеальная, ну, во многом идеальная, можно поработать. Насколько Ив сейчас обучен в парте. Единственное поражение у него – решение, поэтому ничего страшного для него, я думаю, здесь нет. И всё-таки бой уже далеко не первый и не второй. Ну, что нужно сделать в таком случае Айубу, Дмитриеву? Айубу сейчас он старается его фиксировать. Айуба неплохо его перевернуть попытался. И как максимально не пустить на себя. Он уже защиту чуть-чуть потерял, держит шею, а колено, посмотрите, уже вставляет. Вставляет, вставляет, вставляет Василий. И сразу садится на спину. Ноги за правило. Одно, но сейчас пойдёт на руку, конечно. Пойдёт на руку. Высоковато взялся, но, в принципе, может и привыкнуть. Получится. Всё. Ничего себе. Болячка. Да, хорош. Ну, показалось, высоковато взял, но, тем не менее, сумел именно в этой позиции ещё чуть-чуть на руку сверху налезть, снизу бёдить. И локоть уже стал на переразгиб работать. Василий сделал своё. Ну, вот и несмотря, да, на то, что передняя рука опущена, в стойке, может быть, не силён, но перебором. Да, он сделал как раз то, что можно сразу. Свою работу. Да. Аюк прекрасно понял, что в партере находящийся 93-килограммовый соперник, ему будет очень уныло, причём в самые сжатые сроки. Позицию поменял, почувствовал, что оппонент не закрепился, сумел его даже сбросить. То есть Василий с него попросту упал. То есть там вторая нога в ней была заправлена, и он плохо сидел ему в спине. Но при этом Василий, как мастер именно борьбы, не выключился в этот момент, а ногу аккуратно, та, которая из него свалилась, переложил и взял на болячку. И вот, как следствие, первый проигрыш. Да, как следствие, второе поражение в карьере, и первое поражение досрочное, в первом раунде. Василий Бабича с победой. Поздравляем.